Трибуны маленького, но уютного фока Орел в Ульяновске забиты почти под завязку. Этот наплыв болельщиков не случайен. Впервые регион принимает мини-футбольный турнир такого высокого ранга. Отборочный этап Кубка России. Из четырех участников три представляют высшую профессиональную лигу отечественного мини-футбола. Четвертая команда – любительская из Ульяновска. Платон – ПСК. Самое первое и основное – это было показать Ульяновску вообще, что такое мини-футбол высшей лиги. И, соответственно, проверить себя, посмотреть, как и в каком направлении двигаться дальше. Потому что варимся в собственном соку. Николаевский Платон ПСК – бронзовый призер чемпионата Ульяновска по мини-футболу в Суперлиге. Именно эта команда бросила вызов профессионалам из высшей лиги российского первенства. На паркете Ориона болельщикам представили уфимский клуб «Алга», саратовскую «Волгу» и астраханскую «Дельту». В стартовой встрече ульяновскам достался клуб из Башкирии. Разница огромная и в движении. Такие скорости у нас в городе таких в Суперлиге нет. Тем не менее, с первых секунд встречи хозяева паркета рвутся в бой. И вот он, исторический момент. С передачи Максима Соболева форвард Рамал Набиев отправляет мяч в сетку соперника. Есть первый ульяновский гол в рамках Кубка России по мини-футболу. Я к играм всегда настраиваюсь сильно, очень. Вот и все. Чисто настрою все. Задача на гол, задача забить гол. Я же нападающий. Это самая главная цель. Правда, развить голевой успех ульяновцам пока не под силу. Они довольно долго обороняли исторический гол Набиева. Но уже в концовке первого тайма соперник отличился трижды. Не хватило сил. Пытаются оправдаться хозяева поля. Но главная причина очевидна. Пока в Ульяновске нет мини-футбольных мастеров уровня высшей лиги. Пока, я думаю, сырая команда. В итоге Алга побеждает за счетом 9-2. Это был первый шаг уфимской команды на пути к выходу в следующий этап Кубка России. Башкиры затем одержали еще две победы. А Ульяновск, напротив, потерпел еще два поражения. Саратовские волжане стали вторыми. Астраханцы из Дельты заняли третье место. Михаил Сашанский, Юрий Ломатов. Новость Ульянской правды.